Вести Карачаева Черкесия Женам участников специальной военной операции окажут поддержку в ведении бизнеса. Бедногорское городское поселение Урупского района признано самым чистым населенным пунктом республики. И трое учеников Черкесии стали победителями Всероссийского конкурса сочинений «Россия – страна возможностей». Далее об этих и других темах подробнее. Правительство продлило программу субсидирования найма до конца 2023 года. Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в Центр занятости для подбора специалистов, а затем направить заявление в Фонд пенсионного и социального страхования. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Прошлой весной по поручению президента для поддержки занятости правительство запустило программу стимулирования найма. И она доказала свою эффективность, поэтому принято решение продлить ее на следующий год. Продолжим возмещать компаниям расходы на частичную оплату труда новых работников. В случае, если они возьмут в штат молодых людей до 30 лет, в том числе без опыта и выпускников. Либо устроят безработных граждан, потерявших место или находящихся под риском увольнения. На всех таких сотрудников организациям и индивидуальным предпринимателям и дальше будут поэтапно предоставляться субсидии в объеме трех минимальных размеров оплаты труда. Первый платеж поступит через месяц после трудоустройства нового работника, второй через три месяца и третий через полгода. Федеральная поддержка позволит многим людям быстрее найти работу. Республиканская столица Вадим Камышан Проект бюджета сформирован с увеличением расходов и доходов. У нас он сейчас порядка 70% социально ориентированный. А в проекте бюджета у нас предусмотрена индексация заработных плат. На уровне инфляции 5,5% у нас стипендиальный фонд индексируется. Мы предусматриваем поддержание зарплат отдельных категорий работников в бюджетной сфере, так называемые наши указники майские. Также у нас предусмотрена индексация медикаментов, стоимости медикаментов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг бюджетными организациями на 9%. Также у нас будут созданы резервы в части реализации мероприятий по поддержке экономики в настоящих условиях. Сейчас в рамках поддержания ребят и военнослужащих и Росгвардии установлена льгота по транспортному налогу. Мощность не более 150 сил. Это категория граждан. Освобождается и плюс, если вы слышали, депутаты внесли поправку, распространяется эта льгота и для участников военных действий в Афганистане, а также эта льгота распространена на одно транспортное средство для родителей и участников СОО и афганцев. Парламентарии Народного собрания внесли также изменения в одну из статей закона о правах пациента. Эти изменения продиктованы изменениями в федеральном законодательстве, согласно которым с 1 января следующего года стационары медицинских организаций республики должны бесплатно при оказании медицинской помощи детям предоставлять спальное место и питание для одного из родителей, в случае, если ребенок инвалид, который имеет определенные ограничения в своей жизнедеятельности, и ребенок не достиг возраста 4 лет. Медицинские организации республики должны бесплатно предоставлять спальное место и питание для одного из родителей или иного члена семьи или законного представителя в случае оказания медицинской помощи ребенку в возрасте старше 4 лет при наличии медицинских показаний. Более 60 молодых деревьев появились на трех общественных территориях Черкеска. Мэр города Алексей Баскаев вместе с коллегами, главой республиканской столицы Валерием Дедуком, депутатами и юными экологами, учащимися гимназией номер 5, в новом сквере на проспекте Ленина высадили деревца, 4 шелковица и 18 декоративных слив с яркой кроны. Они очень красиво цветут и, безусловно, украсят общественную территорию. Озеленение здесь обязательно продолжится весной, высадим различные цветы и кустарники, отметил мэр города. Мы этому уделяем большое внимание, я лично, мои коллеги, потому что все знают, деревья это легкие города, поэтому наш город всегда был зеленый, и нам надо сохранять эти традиции, высаживать много деревьев. И у нас, я вам скажу больше, кроме этих деревьев, которые мы сегодня посадили, 18 деревьев слива, у нас еще большие планы. Мы посадим 55 деревьев, и на следующий год запланирована очень большая посадка. Подведены итоги голосования межведомственной конкурсной комиссии на самый чистый населенный пункт Карачаево-Черкесии. Первое место заняло Медногорское городское поселение Урупского района, второе досталось Важненскому сельскому поселению Усть-Чгутинского района. А бронзовыми призерами стали сразу два сельских поселения – Старокувинское в Дыгихабльском районе и Малозеленчукское в Хабейском муниципальном образовании. Экологическое соревнование было объявлено в рамках празднования столетия региона. Всего на конкурс было представлено 11 заявок из городских и сельских поселений республики. Для объективной оценки всех заявленных материалов конкурсной комиссии были проведены рейдовые обследования всех населенных пунктов. С 1 января следующего года юридические лица и индивидуальные предприниматели должны платить налоги и взносы в Федеральную налоговую службу по новым правилам. Для каждого из них там откроют единый налоговый счет. Как будет работать эта система в Карачаево-Черкесии, представители всех профильных ведомств обсудили на заседании в правительстве республики. Об этом присутствующим рассказал исполняющий обязанности руководителя Управление Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесии Расул Тикеев. Обращаю внимание, что все преимущества единого налогового платежа касаются и платежиков, имеющих разветвленную сеть филиалов и обособленных подразделений. После введения единого налогового счета не нужно будет платить налоги отдельно по каждому структурному подразделению. Нужно будет оформить всего один платежный документ с указанием ННН налогоплательщика. Единый срок уплаты для всех – 28 числа. Там не распределяется он федеральным, местным, но или региональным. У нас сейчас в республике по пилотному проекту один налогоплательщик – водоканал. Он очень успешно использует и нравится ему этот платеж. Экоактивисты Карачаева Черкесии в рамках Всероссийской акции «Вода России» с начала года собрали более 7 тысяч кубометров мусора на берегах рек и озер республики. Всего с начала этого года от мусора очищено более 1 тысячи квадратных метров береговых линий рек и озер. В 2022 году экологические акции охватили территории практически всех городов и районов республики. Студенты Карачаева Черкесского государственного университета имени Умара Алиева приняли участие в экологической акции «Студенческий десант» на территории Тибердинского нацпарка. В рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить» и Всероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России» студенты вуза собрали более 15 мешков мусора. Очередная партия гуманитарного груза, собранного неравнодушными жителями Узжгутинского района, отправилась нашим бойцам в зону проведения специальной военной операции. Свой вклад в формирование гуманитарной помощи внесли коллективы среднеобразовательных учреждений, детских садов, поликлиники, поселка Московского и общественные организации. Свою лепту внесли пчеловоды Узжгуты. Женам участников специальной военной операции окажут поддержку в ведении бизнеса. Поступает много обращений от жен участников СВО, которые занимаются предпринимательством. Сейчас женщины стремятся продолжить семейное дело и сохранить бизнес, но многие не обладают соответствующим опытом, знаниями и компетенциями. 2 декабря в 14 часов в общественный прием на «Единой России» в Черкесске депутаты партии проведут прием граждан по вопросам женского предпринимательства. В Карачаево-Черкесии будет создана специальная организация по развитию кадрового потенциала молодежи. Организация будет называться «Моя карьера». Она станет пространством для социальных возможностей, под крышей которого объединятся заинтересованные в своем развитии молодые люди, социально ответственные организации и лучшие эксперты из разных отраслей, которые будут обучать новое поколение специалистов. Подробности сообщил министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов. Следует отметить, что основная цель создания данной организации, данной структуры подведенственного учреждения министерства заключается в том, чтобы оказать содействие в профессиональном развитии и успешной самореализации молодежи Карачаево-Черкесской республики в профессиональной деятельности. В 2019 году в Карачаево-Черкесии стартовал федеральный проект создания единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения – нацпроекта здравоохранения. Она позволяет врачам спланировать процесс профилактического осмотра и диспансеризации для включения в списки на профилактические мероприятия в первую очередь пациентов, состоящих на диспансерном учете по сердечно-сосудистым заболеваниям льготной категории граждан по каждому терапевтическому участку. На базе Республиканского института повышения квалификации работников образования прошел завершающий этап ежегодного регионального конкурса «Инновационная деятельность образовательного учреждения. От замысла к результату 2022». В конкурсе принимали участие представители 11 образовательных организаций региона. Конкурсанты продемонстрировали инновационные продукты и эффективные практики, обеспечивающие высокую результативность образовательно-воспитательной работы в системе образования. В столице Карачаево-Черкесии будут проводиться обучающие интенсивы для студентов вузов и СУЗов, в рамках которых молодым людям расскажут о тонкостях реализации проектов, направленных на развитие индивидуального предпринимательства и самозанятости населения. Комментирует информацию руководитель бизнес-интенсиво-молодежный предприниматель Белла Брантова. «Я тесно сотрудничаю с Центром поддержки предпринимательства, с Центром «Мой бизнес» Карачаевой Черкесской Республики и Торгово-промышленная палата Карачаевой Черкесской Республики. И данная идея у меня как раз-таки заложилась в тот момент, когда я с ними очень тесно работала. Целевая аудитория моего проекта – это студенты высших учебных заведений и среднепрофессиональных учебных заведений Карачаевой Черкесской Республики. Мы планируем проводить в очном формате бизнес-курсы. У нас будет четыре направления обучения. Это изучение мер поддержки для малого и среднего предпринимательства, ораторское искусство в бизнесе, маркетинг и будет у нас социальное предпринимательство. В очном формате планируется обучение у нас 30 студентов, но рассчитываем на большее количество человек. В принципе, готовы принять порядка 40 студентов. Православные христиане вступили в 40-дневный рождественский пост. Он подразумевает не только воздержание от употребления продуктов животного происхождения. В пост важны и духовные упражнения – усердная молитва, посещение богослужений, исповеди и причастия. Об этом расскажет благочинный Северного Карачаево-Черкесского церковного округа отец Александр Нартов. Здравствуйте, дорогие друзья! Начался рождественский пост. Это особый пост, который длится 40 дней и заканчивается праздником Рождеством Христовым. Этот пост готовит нас, готовит христиан, готовит тех, кто хочет встретить родившегося Христа. Для христиан любой пост – это время особое, это время внимательного отношения к себе. К сожалению, к большому очень часто пост сводят к воздержанию в еде. И сегодня очень популярно спрашивать друг у друга, постится ли человек, держит ли пост. Но христиане должны не забывать, что пост и еда в посту – это лишь малая часть тех норм и тех пожеланий, которые Церковь обращает к каждому из нас. Постараемся все мы в этот период угодить Богу, постараемся все мы простить друг другу, постараемся все мы стать ближе к Богу. И тогда, конечно же, праздник Рождества Христова, он обретет особый смысл, он обретет особый характер и особую торжественность. Пусть Господь всех хранит, всех с рождественским постом, всем помощи и милости Божией в этом посте. Продолжение следует... По итогам 10 месяцев текущего года на территории Карачаевой Черкесии с участием двухколесных транспортных средств зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 3 человека и 25 получили ранения различной степени тяжести. В связи с наступлением холодов Госавтоинспекция Республики призывает мотоциклистов воздержаться от езды на двухколесной технике до установления стойкого плюсового температурного режима. Стоит отметить, что мотоцикл даже в теплый сезон является для водителя транспортным средством повышенной опасности. Особенно риску подвергаются байкеры, передвигающиеся по дорогам, на которых образовалась наледь. Меньшая по сравнению с автомобилями устойчивость мотоцикла, а также низкие температуры и весьма малый коэффициент сцепления шин с дорогой приводит к потере управления мотоциклом и падению байкера. Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны и взаимовежливы на дороге. Трое учеников из Черкеска, учащиеся гимназии номер 17 Ливона Ваян, Амина Тлимахова из 3-й школы и Максим Мащенко, представляющий 19-ю гимназию, стали победителями Всероссийского конкурса сочинений «Россия – страна возможностей». Ребята победили в номинации «Россия – страна больших возможностей», ставшей, согласно данным организаторов, лидером конкурса по количеству присланных сочинений. Более 5000 работ они представляли наш город в самой младшей возрастной группе конкурсантов от 8 до 11 лет. Власти Железноводска планируют запустить воздушное такси в Донбай. С таким предложением обратились предприниматели города. Местные бизнесмены намерены связать два курорта уже в следующем году. Авиатакси позволит добраться из Железноводска в Донбай за 30 минут. На данный момент идут поиски подходящей остановки воздушного транспорта. Одно из требований к вертолетной площадке – доступность по транспортной логистике. Стоимость услуг такого такси пока не уточняется, но в мэрии Железноводска уверены, что спрос на авиатакси будет большой. Хор детской музыкальной школы «Лучик солнца» Аула Эркин Юрт занял первое место на фестивале в Дагестане. В селе Тереклимектеп прошел первый межрегиональный фольклорный детский фестиваль «Конкурс Наш Дом Россия», организованный Федеральной национально-культурной автономией нагайцев России. 2 декабря во Дворце спорта «Юбилейный» в Черкесске состоится спартакиада для лиц с ограниченными возможностями здоровья по видам спорта и выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», приуроченная ко Дню инвалидов. Кроме комплекса нормативов, участники будут состязаться в настольном теннисе, настольном футболе, шашках и дартсе. В соревнованиях принимают участие все желающие в возрасте от 8 до 70 лет. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаевой Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, в северных районах порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 7, в горах местами до плюс 13. В Черкесии без осадков ветер восточный 6-11 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 5 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!